приветствую вас дорогие друзья на нашем канале добро пожаловать давно не снимал видео перед камерой поэтому мне немножечко сложно сейчас трудно поэтому если я буду где-то как-то подтормаживать ребят поймите меня правильно в общем что я хочу сегодня о чем с вами хочу поговорить хочу поговорить с вами я про ладан именно про ладан в парфюмерии вчера вот после трансляции мне задали вопрос какие ароматы с ноты ладана я знаю еще и мне действительно эта тема она очень близко на мне приятно моим и моей душе и вообще моему состоянию жизненном потому что ладан я люблю не только в парфюмерии но люблю его и в чистом виде как говорится для возжигания воскуривания кождение дома сейчас мы с вами поговорим но на фрагрантики я знаю есть такой интересный момент что ладан и алибанум их пишут отдельно друг от друга хотя по сути алибанум это и есть ладан но с такой скажем наверное ну большой наверное даже оговорка потому что алибанум в данном случае у меня вот он пакетики поближе обязательно покажу на виду камеру это чистая смола которая не имеет никаких примесей абсолютно то есть здесь нет ни эфирных масел нет ни и каких либо трав которые также часто используют при богослужении соответственно это просто чистая смола именно того самого ладана скажем тогда того самого алибанума которые добывают из-за и дерева рода босвелия так она называется босвелия ладанжи ладанжи это уже готовая так скажем законченная парфюмерная композиция которую используют при богослужениях то есть здесь есть помимо самой вот этой вот смолы босвелии также есть и эфирные масла есть но и синтетически конечно дужки особенно в последние годы в последнее время и плюс возможно вполне используют используют некоторые монастыри некоторые храмы используют и всякие ароматные травы типа того же базилика шалфея не знаю тимьяна и прочих прочих вещей также используют при изготовлении ладана в данном случае не такая коробочка с таким прекрасным ладаном который называется кстати воскресенье один из мною любимых ладанов который мы часто используем дома который для меня пахнет как кинзослон про который также вчера спрашивали у нее на трансляции вот он вот этот вот ладан воскресенье пахнут для меня кинздослон поэтому его также сюда можно отнести к ароматом с нотой ладана хотя в слоне в слоне ладан не заявлен на фрагрантике его там в принципе нет но сам аромат слона для меня пахнет как вот этот вот сорт лада на воскресенье то То есть я не говорю, что он там есть в прямом виде, но я говорю, что вот это вот воскресенье пахнет для меня слоном. То есть я надеюсь, вы доступно объяснил, что есть такая штука, как алибанум, на фрагрантике указана нота алибанум. И есть конкретно ладан, который имеет уже в своем составе намного больше, чем просто чистая пустая смола. И давайте, наверное, начнем именно с алибанума, потому что такая нота на фрагрантике есть. И в нашей коллекции есть и три аромата с алибанумом, который, знаете, вот он пахнет не так, конечно, насыщенно, как ладан готовый, да, законченная такая вот парфюмерная композиция, как ладан. Он пахнет смолой, он пахнет камфорно, он пахнет, ну, смолистой камфорно. То есть я даже не знаю, как правильно это описать, потому что, ну, смола камфорная, легкая, даже чуть, наверное, степидарным таким, что ли, звучанием. Ну, как, я думаю, знаете, как пахнут хвоя, скипидар, вот эта вот живица, наверное, в алибануме нечто похожее есть. Потому что еще есть и другое название, его называют часто кедр ливанский. Вот этот алибанум, то есть слышите, да, вот ливанский, ливан, алибан, алибанум, ну, то есть это такие вот производные слов с разных языков. Поэтому это вот алибанум просто смола, которая пахнутая живицей, скипидаром, я не знаю, камфорой, чем-то похожим. И три аромата в нашей коллекции, которые содержат алибанум по фрагрантике, это вот Alphatic Studio, Ambre Indigo. Да, безусловно, здесь есть алибанум, но он разбавлен нотами шафрана, сливы, сливы и папируса. Прежде всего, конечно, это шафран на фоне именно такой вот скипидарно-жевичной, что ли, нотки алибанума. Ну, то есть, как-то так я его опишу. Круто, красиво, интересно. Также есть у нас аромат Сара Джессика Паркер с алибанумом, который помимо алибанума содержит еще очень много древесных нот, разнообразных. Плюс немножечко рассольчика, как многие люди указывают на фрагрантике, даже в комментариях мне уже не раз писали. Безусловно, здесь есть легкая такая вот солоноватость, рассольность. Я не знаю, что здесь дает в этом аромате эту рассольность, но я, допустим, лично слышу не столько рассол. Для меня рассол здесь, если есть, то он на старте. В дальнейшем это, конечно, уже идут как кедровые шишки, кедровые орешки, чищенные, может быть, это давленые, вот этот вот сок орешков. Опять же-таки на фоне того самого алибанума. Чуть камфорно, чуть вот так вот, даже, наверное, в некоторой степени дымно. И с кедровыми орешками. Красивый, прекрасный, интересный аромат. Сара Джессика Паркер, CGP Stash Up. И еще один аромат, Сильвер Алибанум, который, в принципе, так и называется. Это у нас Эдгардио Чилинио, такая замечательная прелесть, который пахнет прям конкретно, знаете, таким уже ладаном на углях. У нас, кстати, два таких аромата, я сразу и этот возьму. Они между собой очень похожи. То есть, вот, Ружбани Руж, Эмберс, угольки, да, переводится. И Сильвер Алибанум, Эдгардио Чилини, Сильвер Алибанум. То есть, Серебряный Алибанум, Серебряный Ладан. Они между собой похожи, потому что они пахнут так, как будто это, вот, знаете, вот уголь. И на нем вот лежит чистый ладан. Вот такой вот, прям вот такой чистый ладан, который вот кодит, клеит, который пахнет. Ну, то есть, так часто пахнет именно в церквях, когда батюшка ходит с кодилом. Понимаете, да? Ну, те, кто были в храме, хоть раз я понимаю, что я говорю. Когда вот батюшка вот так вот мотает кодилом, идет от него запах угля, идет запах дыма, идет запах ладана. Если ладан используется с нейтральным ароматом, не с насыщенным. Если будет насыщенный аромат воскресенья, то это будет, конечно, уже более такое вот прям насыщенное звучание по всему храму. А если это будет что-то такое легкое, или даже, может быть, чистое, как Алибанум, это будет именно как вот пахнуть, именно как вот эти два аромата. Сюда же, кстати, можно отнести еще один аромат с приблизительно похожим названием. Это Монталь Фулэнсенс. То есть, вот этот аромат, этот аромат и Монталь Фулэнсенс, они для меня в одном направлении. Это Алибанум на углях, так скажем. Хотя вот в данном случае здесь заявлен в пирамиде именно уже ладан, типа как законченное произведение. Но открывается он исключительно вот таким вот дымным угольным ладаном Алибанумом. И теперь у меня большое количество ароматов, 11 штук, которые с ладаном. В композиции, как я говорил, ладан, который уже вот такой вот законченный, как вот хорошее такое вот объемное, великолепное произведение искусства. Господи, красота, вот красота. Обожаю ладан. Любой, вообще люблю. Люблю любой ладан. Ну, самый, конечно, лучший, это вот воскресенье, царский. И также у нас еще был ладан с ароматом, ну, то есть, смирно. Сорт, скажем так, ладана смирно, с мирой которой. Так, ладно, переходим к ароматам с ладаном. С чего бы начать? Даже не знаю, с чего начать. Ну, давайте, наверное, начнем с аромата Том Фор, Черная Орхидея. В пирамиде этого аромата заявлен ладан. Я уже как бы не один раз пользовался этим ароматом. Я, к сожалению, ладана здесь как такового не слышу. Будь это как алибанум, да, такой вот чистый, без каких-либо примесей, либо даже с такими примесями, как такие вот ладаны. Для меня это аромат про плесень, про грибы и про лотос. То есть, да, это плотно, это объемно, это многогранно, насыщенно. Но в таком понимании, как я знаю ладана, я здесь не слышу. Единственное, вот насколько я для себя заметил, насколько я для себя отметил, в тех ароматах, где указана нота ладана, его там может быть, может и не быть такого ладана, как в понимании именно церковного ладана. В таких ароматах он часто, знаете, как звучит, как он открывается, он как связующее такое звено между всеми компонентами, которые объединяют все другие компоненты. Он их объединяет, он их сглаживает, он их усиливает, он придает им какую-то глубину звучания, насыщенное звучание. Ну, может быть, даже используя такое нехорошее слово в отношении ладана томное звучание, да, такое вот глубокое, вот на самом деле глубокое звучание. В данном случае с черной орхидеей здесь есть то самое глубокое звучание, но такого ладана, как в моем понимании, именно как церковного ладана, я здесь не слышу, но тем не менее он тут есть. Поэтому можно, в принципе, обратить внимание и на этот аромат. Следующий аромат – Poison от Dior, именно классический. Сюда же можно, кстати, отнести и Extra de Parfum, там тоже вроде как есть ладана в пирамиде аромата, но они, в принципе, похожи. Сюда же можно и Luluc a Shirelli отнести, потому что эти ароматы также между собой похожи, и в нем также есть ладан. Это уже, допустим, для меня ближе именно к церковному ладану, потому что есть многие сорта, есть многие смешения ладана, типа как вот «Воскресенье», типа как «Царский», или даже просто по каким-то там нотам будет, будь это «Гардения» или там «Фиалка», например. То есть есть такие ладаны, которые несут в себе как моноароматы. Я, кстати, себе заказал посылку с огромным количеством ладанов. Если вам будет интересно, пишите комментарий, я сделаю распаковку, чтобы там заказали. В общем, здесь, да, здесь я могу услышать именно такой ладан, как вот в церквях бывает, на фоне огромного количества других великолепных нот. При этом я также, знаете, еще вот заметил для себя такую интересную закономерность ладан часто используют в таких ароматах, которые несут нотку смерти, наверное, даже, да, ну то есть пуазон, яд. Это черная орхидея, то есть это может быть не яд, но это что-то опасное, потому что это черная орхидея. Это само слово «черная», оно дает как бы такую вот, ну, некоторую осторожность, некоторую опасность, потому что это черная орхидея, значит, она, скорее всего, ядовитая орхидея, как где-то тот же, например, яд. Например, тот же аромат опиумы в Сан-Лоран, который здесь у меня есть. Давайте сразу его возьмем в свои ручки. То есть, опять же-таки, тема смерти, тема ладана, тема тех же самых углей, которые, в принципе, в духе, например, с чистым алибанумом, да, как вот здесь от Эдгардио-Черлини, от вот этого аромата, где угольки есть, где есть просто-напросто как бы чистый такой вот алибанум без примесей. Но в данном случае это действительно как бы такой вот алибанум, но он уже более, наверное, церковный аромат, более ближе вот в духе таких ладанов, как используют в храме. Но в данном случае, если это церковный ладан, то это ладан, знаете, с пряностями, с гвоздикой, преимущественно, с гвоздикой. Гвоздикой и, возможно, белые цветы, типа как жасмина и ландыша, потому что здесь эти ноты есть, они в пирамиде этого аромата содержатся. Есть такие же ладаны, которые носят названия, типа как Пасхалия, типа как Вифлеем и Иерусалим. Особенно вот если вы пробовали ладан Иерусалим или благовоние с таким названием, это великолепный аромат. Там даже не жасмин, там лилия, самая настоящая томная лилия, вот именно на ладане, на вот этой вот самой глубокой нотке ладана, которую вот он с собой унесет и передает в ароматах. И вот этот, кстати, не исключение, но обыгрывается тема смерти, потому что опиум, потому что опиум это наркотик, это яд, который ну просто-напросто убивает людей. И многие также часто ладан называют, были такие случаи в моей жизни, так скажем, я слышал людей, которые говорят, что ладан это сексуальная нота. Для меня, конечно, это как-то не очень вяжется с самого понятия слова ладана и секса, потому что ладан это вообще такая штука, которая используются в богослужениях, причем я не имею в виду сейчас именно в христианстве, это даже использовали именно в дохристианскую эпоху, когда приносили там, может быть, жертвам каким-нибудь языческим богам, обязательно все храмы их окуривали именно ладаном, там, смирной, бензоином, лабданом, то есть всякими разнообразными смолами, разнообразными травами. Ну, то есть для меня, конечно, нота ладана, она никак не сексуальная. Вот если говорить про смерть, это даже как-то будет, мне кажется, ближе к истине, потому что все-таки, когда человек умирает, и если заказывают, зовут батюшку на отпевание, там также, естественно, кадят ладаном, поэтому можно как-то вызвать какие-то ассоциации, но вот ладан связывать с сексом, для меня это, знаете, ну, страшно даже представить, так скажем. Так, следующий аромат, это у нас Аджон Гальяна, из-за которого, в принципе, возникла вся тема этого видео. Это также ладан, но в данном случае это такой театральный, что ли, наверное, ладан. Я даже не знаю, как правильно описать, я уже делал обзор про этот аромат. Он для меня настолько интересный, это действительно ладан. Это альдегиды, альдегиды, это есть даже какие-то интересные пудровые ноты. В нем что-то типа, как бы, и помады, и самой прям пудры, и каких-то плотных, таких, знаете, прям плотных, густых, бархатных штор, которые пропитали в себя аромат вот именно церковного ладана. Великолепный, это мною обожаемый аромат, стопроцентный унисекс. Не смотрите на флакон, те парни, которые меня смотрят. Советую вообще, вот, в принципе, советую. Но если не вслепую покупать, то, по крайней мере, флакон именно. Хотя бы пробовать брать от Левант, чтобы знакомиться с этим ароматом. Потому что вот этот аромат, вот этот вот аромат, я бы его отнес даже вот к нишевым ароматам по своему звучанию. Потому что он настолько вот объемный, плотный, многогранный, необычный, спорный. Многие его терпеть не могут именно за ноты ладана, именно за ладан в смешении с альдегидами и пудрой. Из-за вот этих вот самых бархатных, плотных штор, портьеров, как правильно обозвать, пропитанных ароматом ладана. Ну, великолепный, короче, аромат, мною любимый, из разряда, опять же-таки, церковных ладанов. Еще один, между прочим, церковный ладан, который я сегодня, когда достал, на себя нанес, и даже поразился, что действительно так и есть. Это у нас Ивраше Soul Elixir, самый классический. И в аромате Soul Elixir Purple также содержится нота ладана. Но его я не стал брать в видео, потому что там ладан, он как бы, ну, поскольку здесь все-таки он намного больше. И в данном случае это ладан на фоне жасмина. А такие ладаны, как говорится, есть именно в таком формате. То есть, ладан с названием жасмин или, опять же-таки, тот самый Вифлеем или Иерусалим. Ладаны Вифлеем и Иерусалим, они также пахнут жасмином. И вот этот вот самый аромат, начинаю заговариваться, тоже в духе вот именно таких церковных, плотных, насыщенных ладанов. Так скажем, прекрасен, кстати. Очень прекрасен, надо его доставать, пользоваться им. Они у нас стоят в далеком углу, вот эти эликсиры. Не знаю, зачем мы их берегем, надо пользоваться этими ароматами, пока они не пропали. Потому что, насколько мы с вами знаем, ну, по крайней мере, многие, кто пользуются ароматами Евроше, они почему-то имеют свойство пропадать, особенно современные ароматы. Не знаю, почему так. Следующий аромат у нас Lady Gaga, Fame. Fame это у нас как переводится? Слава, да? Слава. Здесь есть, ну, Слава не в смысле Вячеслава, а Слава в смысле Слава. В общем, аромат тоже с ладаном, но в данном случае здесь у нас мед, абрикосы. Здесь у нас такие загадочные цветы, как Беладона. И, опять же-таки, тот самый ладан, в данном случае, он несет этому аромату, вот опять, именно ту самую глубину. Ту самую глубину, вот эту, которая заполняет собой все пространство, которая придает плотности вот именно медовым и медово-фруктовым нотам. То есть абрикосы, персик даже, наверное, в некоторой степени, хотя персик в пирамиде не заявлен, но всегда, когда есть абрикос, я всегда слышу персик. И если же есть персик, я также часто слышу именно абрикосы. Может быть, они между собой похожи как-то, вот эти вот фрукты по аромату, может быть, нет. Но, тем не менее, есть какие-то вот отголоски, которые я слышу. В общем, аромат, опять же-таки, на тему около ладана, потому что глубина, потому что вот заигрывание, опять же-таки, со смертью, наверное, в некоторой степени, потому что черный цвет жидкости, вот эти вот когти. Блин, что это такое? Ну, да, наверное, когаточки. Спасибо, кстати, зрительнице нашего канала Анастасии, вроде бы, если мне не изменяет память, которая нам отправляла вот эту вот крышечку, потому что я слезно выпрашивал, и вот нам отправили крышку для этого флакона, потому что он у меня был тестер. Тут будет видно надписи вот эти все. Но я потом обязательно покажу вам в процессе видео все это. В общем, хороший, красивый, интересный аромат. Так, сколько там у нас по времени? Не знаю, на две части разделить или сегодня все вам рассказать, ребят. Ну, давайте, наверное, как-нибудь по-быстренькому так пройдемся. Так, еще один аромат, где ладан для меня постольку-поскольку, он заявлен в пирамиде, но, как таково, я его здесь не слышу, это у нас, господи, как бренд называется, Сислий Суар Дориент. Для меня это, конечно, прежде всего именно роза, такая пряная, в уде даже, наверное, хотя уда в пирамиде этого аромата, насколько я помню, не заявлен, но я слышу уд. Возможно, здесь смешение именно пряных нот, вот этих вот перечно-гвоздичных нот, шафрана, возможно, роза дает ассоциацию именно присутствия уда в композиции. Ладан, не знаю, вот правда, в данном случае ладана я не слышу здесь ни как церковного какого-нибудь там, типа в смешении с эфирными маслами, ни как вот в чистом виде. То есть, это для меня вот именно аромат про розу, специи и деревяшки, ну, уд, вполне возможно. Следующий аромат, где есть ладан, это у нас Дали, Парфюм де Туалет, Сальвадор Дали. Но в данном случае здесь у нас ладан с мирой. Это тоже еще одна такая благовонная, великолепная нота, которая используется как и в богослужениях, так и, ну, используется, в общем, во всех вот этих вот делах. И это был одним из даров, наравне с ладаном, между прочим, рожденному младенцу Иисуса Христу. Я думаю, многие из вас помнят. Там вы принесли ладан, мир и золото. А золото у нас было как знак богатства, да? Ладан как... А смирно это как помазание. Ну, то есть, когда человек умирает, миром мажут, помазывают человека, так скажем. И вот здесь есть вот мира. Мира, ладан на фоне белых цветов, белых, белых лилейно-нарциссовых цветов, которые придают этому аромату немножечко такого тлена. Ну, то есть, понимаете, да? То есть, как раз вот такие вот ароматы... Ладно, не буду продолжать тему. В общем, да, ладан, мира и вот белые цветы с легким таким моим присутствием тлена. Так скажем, люблю этот аромат, очень люблю. Меня такие вещи не пугают, не смущают, а наоборот я... Потому что меня лично такие ароматы умиротворяют. Они у меня располагают на какой-то определенный такой лад, на мысли, на определенное настроение, такое вот именно спокойствие. Вот эти все ароматы, такие вот тонные, да, вот загадочные, сексуальные в кавычках, которые для большинства людей считаются, они для меня исключительно ночные ароматы, чтобы вот перед сном засыпать в них, очень хорошо засыпать, которые в своей пирамиде имеют какие-либо вообще смолы и даже вот, наверное, бальзамы сюда бы и отнес. Так, осталось у меня три аромата. Давайте начнем, закончим, начнем заканчивать ароматом хиндукуш от Мансера. Здесь также есть ладан, но в данном случае у меня в этом аромате ассоциации с ладаном именно как алибанум, хотя в пирамиде заявлен именно нота ладана, потому что здесь у меня алибанум и травы, именно конопля, в данном случае это конопля. То есть это такой восточный вариант, наверное, ладана. Скажем так, Сирия, наверное, Сирия, где многие люди пользуются, покуривают, скажем так, наверное, коноплю. Ну или, может быть, бывает в тех местах, где кто-то воскуривает коноплю, и потом после вот этой конопли заходят в храм, где в этот момент идет служба, батюшка кадит ладаном, и, соответственно, все это вот аромат углей, алибанума смешивается с запахом конопли на одежде вот этой вот прилипшей, застывшей. Ну то есть это вот такой вот аромат, он, в принципе, в духе с черным афганцем. Я не говорю, что они похожи на все 100%, но они в духе. То есть у них есть определенные такие вот ноты, которые их объединяют, но все-таки афганец, он как-то более такой, знаете, он более грязный, что ли, он более такой грязный, он более животный, он более прокуренный коноплю, а здесь все-таки очень, все очень такое вот адекватное, очень цивилизованный такой аромат, приличный, так скажем, в нем, в нем можно выйти в люди, и даже, мне кажется, ходить перед полицией вас никто не остановит, может быть, но я не пробовал, конечно. Так, следующий аромат, это у нас, опять же таки, Евроше, Вуальдам. Это, опять же таки, аромат на тему, прежде всего, Миры и Апапанакса, ну и, конечно, в окружении Пачули и Ладана. Один из мною любимых, пользуюсь крайне редко, потому что это снятость, потому что старые формулы давно уже не продают, а новые формулы этого аромата, когда продавали, на них многие люди жалуются, что они ничего не имеют общего с этим ароматом, поэтому, ну, пользуюсь крайне редко, потому что жалко, потому что это действительно, это шедевр. Вот для меня это шедевр парфюмерии, бюджетной, так скажем, парфюмерии, насколько это можно отнести к бренду Евроше, потому что они часто наглеют, и особенно в последнее время, сейчас у них там тоже цены высокие, ну, не суть. В общем, аромат про Миру, Ладан, Пачули от Апанакса. Апанакс, он по своему звучанию похож на Миру, но он более сладкий. И в данном случае здесь Мира, а Апанакса, они так очень, как бы, близки по своему духу. Так, ладно. И последний аромат у нас, опять же таки, Эстелаудер, Росоюности, скажу по-русски. Так, что-то я задумался, замечтался. Многие Росоюности сравнивают с ароматом опиум и ароматом синнабар. Есть у меня синнабар, я его не взял сюда видео. Для меня синнабар, он больше похож с опиумом, чем Эстелаудер, похож с этими двумя ароматами. Безусловно, у них есть что-то общее, а именно это вот такое вот угольное, скажем так, звучание на фоне гвоздично-бело-цветочных нот, корично-бело-цветочных нот. Но этот аромат, он более животный. Здесь есть, безусловно, есть какие-то вот такие вот анималистичные, прям насыщенные, яркие ноты. Прям вот яркое такое звучание животных, животных прям таких нот. Плюс нарцисс. Такой, знаете, весенний нарцисс, но он утяжеленный. Весенний нарцисс, я думаю, многие из вас знают, как он пахнет. Он и пахнет, в принципе, конюшней тогда. Там есть такие вот конские нюансы, не буду вдаваться уже в подробности, конечно, этого звучания. Но он утяжелен в этом аромате нарцисс именно вот другими животными нотами. Вполне возможно, касториум, но он, не знаю, заявлен в пирамиде или нет. Плюс, конечно же, это уголь. Это вот, опять же-таки, тление ладана. Ну, вот на фоне вот именно этих животных нот. И для меня он вообще как-то стоит особнячком. То есть, здесь как бы схожесть, она постольку-поскольку. В остальном это абсолютно разные ароматы. Абсолютно разные ароматы. И в некоторой степени этим он мне, наверное, даже нравится больше, наверное, чем опиум. Хотя многие из вас знают, что я опиум обожаю. Просто-напросто обожаю. Ищу, собираю разнообразные его фланкеры. Ну, ввиду последних событий я уже забыл, что такое собирать вообще ароматы. В общем, прекрасный, великолепный аромат, который был выпущен еще, кстати, в 50-х годах. В 57-м, вроде бы, год. И этот спустя почти 30 лет. В 78-м, в 79-м, что ли, в 78-м, вроде бы, году. Так, ну, вот и все. Это все ароматы, которые у нас есть на тему ладана, на тему алибанума. Надеюсь, я доступно объясню, настолько, насколько я сам, в принципе, понимаю, что такое алибанум, что такое ладан. Ну, то есть, ладан, как я говорю, это готовая уже такая вот законченная, как говорится, парфюмерная композиция, которую используют в храмах при богослужении, которая пахнет, может пахнуть нейтрально, а может иметь насыщенный аромат. Это так, как я говорил, начинаю уже заговариваться, ребята, жасмина, например, лилии и фиалки, или таких вот плотных, насыщенных композиций, типа, как вот аромат воскресенья, который для меня пахнет кинзосломом. Либо же есть вот такая вот штучка под названием алибанум. Это тот же самый ладан, но он чистый, он без каких-либо примесей, без каких-либо эфирных масел, одушек или прочих-прочих вещей, так как вот он должен, в принципе, пахнуть сам по себе. И есть такие ароматы, которые, в принципе, на фрагрантике так и знаменуются под нотой алибанум. Также есть еще, конечно, ароматы с нотой бензоина, миры, стеракса, лабданума. Это все абсолютно разные вещи. Это тоже смолы, но они пахнут все по-разному. Если вам, допустим, будет интересно, то я могу снять и такое видео и поговорить про эти. В общем, ребят, пишите, делитесь своими ароматами, которые у вас есть с нотой ладана, с нотой алибанума. Как вы их слышите, как вы их распределяете, может быть, различаете в ароматах. Знакомы ли вы с такими ладанами? Пишите, рассказывайте. Мне будет очень интересно, кстати, знать, кто пользуется настоящим ладаном дома. Также жгет, кодит и получает от этого удовольствие. В общем, пишите, ребята, ждем вас в комментариях. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok